Всем привет! Сегодня я хочу снова с вами поболтать немножечко и хочу ответить на вопросы моей подписчицы Алены, которая задала мне вопросы ВКонтакте. Она мне написала прям такой приличный список вопросов, но надеюсь, что у меня получится на них на все ответить. И, собственно, давайте сразу и начнем. Итак, какие куснапы вы используете и где приобретали? Бывают ли с ними проблемы? Ну да, как вы, наверное, заметили, я всегда вышиваю на куснапах. Практически всегда, давненько я уже как-то к этому пришла и решила, что для меня это наиболее удобный вариант. Я использую куснапы фирмы Hemline Австралия. Как-то так получилось, что я изначально первые куснапы купила этой фирмы. Я уже даже не помню почему, искала ли я какие-то отзывы или как-то там пыталась что-то про них узнать или нет, что-то вот не припоминаю. Но купила как-то вот сразу их. И, естественно, дальше стала покупать такие же, чтобы их можно было уже комбинировать между собой. Потому что, конечно же, уголочки у них вот эти все одинаковые, а планочки можно, в общем-то, использовать разные. Поэтому у меня есть какие-то такие варианты, которые как бы нестандартные. То есть, например, есть куснапы 20 на 20 сантиметров, квадратные, и есть 28 на 28 сантиметров. Я с помощью них могу сделать рамочку 20 на 28 сантиметров, например. Да, крестик не до вышла. Покупала я их, тоже как-то так получилось всегда, по-моему, в магазине, в интернет-магазине Хэппи Хобби. Но, опять же, этот магазин просто находится у меня в городе, недалеко относительно от меня. То есть, мне, в принципе, в него удобно ездить. И поэтому там мне просто делать покупки удобно. Ну, к тому же, цены, в принципе, там приятные, учитывая, что у меня есть скидка. Поэтому тоже покупаю их там всегда. По поводу проблем, нет, проблем у меня с ними не было ни разу. В общем-то, для меня вот действительно все очень и очень удобно. Какие с ними могут быть проблемы сломаться? Ну, не знаю. Единственное, что я думаю, с ними может произойти, что вот эти зажимы могут хуже держать со временем. Да, они немножко как бы растягиваются и держат уже не так, может быть, плотно. Я в таких случаях подкладываю под них либо какую-то тряпочку, либо просто бумажную салфетку подкладываю. И, в принципе, это спасает. Знаю еще, что есть такая вещь, как можно их варить. Вот как раньше бигуди варили, вот примерно так же. То есть можно просто их перетянуть веревочками, да, там плотненько и положить, не знаю, там в кипяток или в горячую воду. Честно говоря, я не знаю, как это делается, я ни разу не делаю, поэтому врать не буду. И, к тому же, сейчас, вот в последнее время я видела в магазинах, что продаются зажимы отдельно. То есть можно просто купить новые зажимы для вот таких кустнапов. В общем-то, тоже пока еще не покупала, как-то пользуюсь обычно тем, что есть, но возможность такая имеется. Поэтому, ну да, для меня вот такой очень удобный вариант. Следующий вопрос. Вышиваете ли вы работы от середины или предпочитаете начинать вышивку как-то иначе? Не так давно, мне кажется, я где-то отвечала на этот вопрос. Я предпочитаю начинать вышивку с левого нижнего угла, это мой любимый вариант. Но, в принципе, могу и начинать от середины. Тоже, в общем-то, сейчас уже для меня не столь принципиально, поэтому, работая с неполной зашивкой, я, как правило, начинаю от середины вышивать. Дальше. Вышивали ли вы изделия на заказ? Нет, я не вышивала на заказ, я вышивала в подарок, но это совсем другое, как мне кажется, да, это совсем иначе. То есть я вышивала, в принципе, либо то, что я сама хотела, да, и предполагала, что человеку понравится, или предлагала выбрать вот из имеющихся каких-то наборов тоже человеку что-то себе в подарок. То есть вот таким вот образом я вышивала. А так, чтобы на заказ, чтобы кто-то мне что-то сказал, а вот вышивка, такого не было. Следующий вопрос. Предпочитаете ли вы нитки определенной фирмы, или это не имеет значения для вас? В целом, я не очень привередлива в плане ниток. Вышивать могу практически любыми. Единственное, меня очень сильно расстраивает, раздражает, когда нитки перетираются. Но такое случается в моей практике. Это было нечасто. Вот, кстати, вот в этой работе, да, в покровке такое бывает иногда. А так, в принципе, могу вышивать любыми. Но в предпочтениях у меня все-таки это ниточки ЕМС и ниточки Анкор. Ну, вот как-то с ними, наверное, мне приятнее всего работать. Но в целом это не так уж страшно, если какие-то другие нитки вдруг... Следующий вопрос. Вышиваете ли вы вышедший сюжет повторно? Вообще нет, не вышиваю. Ну, на мой взгляд, просто столько всего интересного вокруг, столько всевозможных наборов, схем и всего-всего-всего, то, что вышивать повторно какой-то дизайн, ну, это прямо, я не знаю, нужно как в него влюбиться или, ну, иметь какую-то определенную цель. Не знаю даже. Вот, честно говоря, повторно я не вышивала ничего. Единственный, наверное, дизайн, который я вышила, и когда вышила, сказала, что готова это повторить, это когда я вышивала без корню для моей сестры в подарок. Там была вышивка по схеме Фаби Рейли, это были маки. И мне очень понравился, мне очень понравился и сам процесс, и результат очень такой здоровский получился, что, да, вот я тогда сказала, что готова это повторить, пожалуй. Но это такая не совсем полноценная, что ли, работа, то есть это такая все-таки мини-работа, поэтому, ну, может, что-то такое, вот, небольшое, действительно, могу повторить. Какую-то большую работу, ну, я не знаю, что сможет меня заставить повторить большую работу. Это очень-очень вряд ли, потому что времени на них уходит очень большое количество, и я предпочту вышить всегда что-то новенькое. Так, следующий вопрос, что вы делаете с остатками ниток от наборов? Как бы это кощунственно не звучало, сейчас я периодически их выкидываю. Но не все, да, я оставляла, ну, в принципе, сколько вышивала, оставляла нитки, ну, вообще наборы, остатки от наборов, да, скажем так, фирмы Dimensions, но вот где-то летом или осенью я их отдала сестре все. Остальные наборы. У меня есть те, которые у меня хранятся еще, ну, так, может быть, с какой-то определенной целью. Но в основном я либо их отдаю, это что-то более-менее ценное, либо я их выкидываю. По большей части я не вижу смысла их хранить, потому что собирать какие-то палитры, ну, опять же, ниточки DMC я могу оставить, но они, в общем-то, по-моему, не так часто встречаются в каких-то наборах, да, если вот что касается наборов. Вот, а остальные палитры, ну, мне кажется, нет смысла собирать. Для меня, во всяком случае. Следующий вопрос. Были ли у вас испорченные работы, которые вам испортили, или вы сами испортили, случайно что-то упало, что-то параллели и так далее. Если да, то что с ними стало? Такого, чтобы параллели, чем-то заморали, не было, но у меня был другой случай. У меня было такое, что порвалась у меня канва. Это было на большой работе. Это был лесной страж от золотого урона. То есть работа такая масштабная, и на тот момент, когда я обнаружила порванную канву, вышито было, ну, не так, чтобы совсем чуть-чуть, но, наверное, примерно где-то один лист, может быть, полтора-два, я точно сейчас не помню, из десяти. Ну, то есть, как бы, уже, в общем-то, такой приличный кусочек. Я расстроилась, конечно же, очень. Я думала, что с этим делать, переживала. В итоге я просто взяла и с обратной стороны, то есть, ну, это была небольшая дырочка, да, буквально вот там на несколько крестиков, вот, как бы сказать, по горизонтали, и чуть-чуть вверх, вот, как-то так. И я взяла кусочек ткани с обратной стороны, подложила, и вышло это место. В принципе, в итоге оказалось ничего незаметно. С изнанки видно немножко, а с лицевой стороны было не видно. Вот такой момент был. Так, следующий вопрос. Есть ли у вас любимые фирмы-производители материалов для рукоделия, иголки, ниточки, канва? Ну, про ниточки я уже сказала, да, что это DMC и Ancora. Про канву. Ну, здесь, пожалуй, я не буду оригинально и скажу, что это от Свайгард. Причем, что мне нравится, ну, и канва у них, и равномерка, то есть, в общем-то, и лен тоже, тот же был, например. Да, пожалуй. Возможно, я просто много еще чего не пробовала, но пока вот как-то так. Про иголки. Мне практически без разницы, какими иголками вышивать. Я вышиваю теми, которые входят в набор, как правило, по-моему, даже и никогда и не меняла. Вот, иногда покупаю какие-то иголки, чтобы, ну, были, ну, какой-то вот четкой у меня иерархии, да, какие мне нравятся, какие мне не нравятся, у меня нету. В общем-то. Вот такая я какая-то непривередливая вышивальщица. Не знаю, неправильная я, наверное, вышивальщица. Следующий вопрос. Пробовали ли вы микровышивку? Если да, понравилась ли она вам? Я пробовала вышивать на 25-м каунте через одну нить. Это были наборчики от фирмы Риолис. Одно это было пасхальное яйцо, да, где там вот поясочек вышивается, вот это именно вышивкой микро. И также от фирмы Риолис был набор с бескорню, которая тоже вышивалась на 25-м каунте через одну ниточку. Понравилось ли мне? Результат мне очень понравился. А вот вышивать, вышивать мне было достаточно сложно. Особенно бескорню. Потому что там достаточно такие светлые оттенки, светлая канва, и как-то вот это вот было мне трудно вышивать. А вот когда я вышивала пасхальное яйцо, там были более яркие ниточки, красные, зеленые такие, ну, более какие-то жизнерадостные, там было уже значительно легче. То есть, казалось бы, вроде бы одно и то же, вроде бы один и тот же каунт, одни и те же нитки, так как это одна фирма, но тем не менее впечатления были достаточно разные. Поэтому, в принципе, результат очень, конечно, приятный, очень здорово получается, когда так вот меленько. И поэтому я, например, не исключаю, что еще когда-то что-то такое повышиваю. Так, следующий вопрос. Были ли у вас предложения протестировать вышивальные товары? Если да, то какие? Да, были, в принципе, я думаю, что, как и у многих блогеров, мне периодически присылают какие-то товары для того, чтобы я сняла обзор, да, то есть какие-то товары в подарок на обзор. Я считаю, что ничего в этом такого страшного нет, тем более, что, как правило, фирма предлагает выбрать эти товары, поэтому, в общем-то, не присылают, да, то, что мне не нравится априори, а присылают то, что я выбираю сама. Поэтому, конечно, я с удовольствием, как бы, рада таким событиям, почему бы и нет. Ну, вот, например, последние, не так давно, да, Мир Вышивки прислали тоже два набора. Так, следующий вопрос. Кто подсказал вам выкладывать свои видео? Да как-то никто не подсказал, самой захотелось. Ну, как-то, да, странно так вот произошло, что у меня вот родственник мой один, у него есть свой тоже канал на YouTube, который касается жизни в Китае в данное время, в последнее время, и другой у него канал, где там всевозможные обзоры гаджетов китайских. Почему-то, глядя на него, как он это делает, как вот это происходит, я не знаю почему, мне пришла в голову мысль укладывать свои видео. Вот, я подошла к мужу и говорю, слушай, а может быть мне попробовать тоже? Пожалуй, плечами говорит, ну, в принципе, можно, а про что ты будешь рассказывать? Я говорю, не знаю. И вот первое мое видео, если кто-то смотрел, там различные абсолютно темы встречаются, всякие-всякие разные. Я их как-то не удаляю, думаю, пусть, в общем-то, будут. Вдруг кому-то интересно, вдруг что-то кому-то понадобится, поэтому пусть будут. Ну, вот постепенно-постепенно я все-таки пришла к именно рукодельной тематике. То есть я поняла, что мне про это наиболее интересно снимать, как-то вот нравится мне этим делиться. И вот так постепенно сложилась тематика именно моего канала. Хотя вот периодически у меня все спрашивают про кулинарные видео. Я думаю, что будут у меня кулинарные видео еще, но не часто, не часто, потому что как-то вот снимать именно что-то кулинарное, мне, во-первых, нужен какой-то рецепт, чтобы я прям захотела поделиться, чтобы прям было вот, там, вау, вот это оказывается очень легко готовить. Я вообще люблю очень простые рецепты. Не люблю, когда какие-то трудности, сложности. Могу, конечно, иногда повозиться, но, как правило, такие рецепты не входят вот в мой постоянный обиход. Поэтому люблю такие простые достаточно рецепты. и люблю делиться какими-то такими рецептами, когда, в общем-то, все делается легко и быстро, и при этом вкусно получается. Вот мне нравится вот именно делиться таким полезным, да, как бы, чтобы вы могли действительно это применить, чтобы это было вкусно и не слишком трудозатратно. И вот, когда мне попадаются какие-то такие новые рецепты, я с удовольствием ими делюсь. Но вот это должно что-то такое вот прям интересненькое быть. Ну, как-то получается, что чаще всего я про выпечку, конечно, что-то такое рассказываю. Вот. Что-то я отвлеклась. Ну и, собственно, последний вопрос. Как вы считаете, можно ли зарабатывать вышивкой или все же это хобби для души? Я считаю, что это все же хобби для души. Я, честно говоря, не знаю ни одного человека, который бы зарабатывал вышивкой. Есть, конечно, такие профессиональные, скажем, вышивальщицы, то есть те, которые делают первоотшивы для различных фирм, да, то есть им платят конкретно там за количество вышитых крестиков, и, в общем-то, вот, да, они этим зарабатывают, но, честно говоря, я не знаю, большие ли деньги они этим зарабатывают, что-то я сильно сомневаюсь. Вышивать именно на заказ, да, что-то вот за деньги. Ну, все мы понимаем, что вышивка, ну, это очень трудозатратное хобби. То есть это очень и очень медленно. Вот все, что остальное я пробовала, ну, что я пробовала? Раскраски, вязание, ну, вот, вязание из бисера, то есть какие-то вот различные, там, да, виды, там, шитье, тот же петчворк, например, или что-то еще. Все остальные виды рукоделия, как мне кажется, они гораздо быстрее, быстрее, ну, то есть, вот, да, мы быстрее видим результат, вот, в этом смысле. Не то, чтобы они проще, да, а вот именно результат получается быстрее. Вот, ошиблась, будем распускать. Вот, поэтому зарабатывать именно вышивкой, просто, с моей точки зрения, никто не заплатит ту цену за вышивку, за которую, ну, условно, я бы, может быть, согласилась это продать. Хотя у меня иногда возникают в последнее время такие мысли, думаю, что, а может мне продать какую-нибудь свою работу, ну, то есть, уже готовую. И здесь уже, наверное, цель больше не заработать, да, может быть, а вернуть какие-то свои деньги. Ну, я даже не знаю. Просто у меня сейчас бывают, конечно, такие вышивки, которые я вышиваю, допустим, ради того, чтобы что-то попробовать. То есть, есть такие вот у меня вышивки, которые я вышиваю, вот, не столько для того, чтобы повесить у себя дома на стеночку, а просто потому, что мне интересно, потому что мне нравится, возможно, сюжет, но я не знаю, куда это применить. То есть, в принципе, может быть, я бы даже что-то бы и продала, но хотелось бы все равно за какую-то, не совсем даром, да, отдавать. Поэтому, поэтому сомневаюсь, что кто-то купит. Хотя мне вот сестра говорит, ну, ты выложи куда-нибудь, назначи цену. Ну, вдруг кто-нибудь купит. Ну, не знаю. Поэтому зарабатывать именно вышивкой, с моей точки зрения, очень-очень сомнительное мероприятие. Так, ну, в общем-то, все вопросы закончились. Я на них постаралась ответить максимально честно. Вот, правда, тут вот отвлеклась, да, и ошиблась. Вышло немножечко не так. Так, все это можно уже не распарывать. Не слишком много ошиблась. Десяток, может, распарывал крестик. Ну, вот, бывает такое. Ну, что ж, все вопросы закончились. Я постаралась максимально честно на них ответить. Надеюсь, что вам было интересно. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Также обязательно оставляйте комментарии. Пишите ваше мнение по этим же вопросам. Или задавайте свои вопросы, если они у вас есть. Ну, а на сегодня все. Всего доброго. Пока-пока.